Вот это грамюра XII века, 800 лет назад. Давайте внимательно посмотрим. А где актёр-кукольник с одной стороны, с другой-другой. Между ними стол, а на столе два рыцаря. И они сражаются. Актёры дёргают за верёвочки, и рыцари сражаются. Вот от этого, наверное, родилась идея, и появилась первая кукла. То есть сын, это был 97-й год, говорит, папа, давай сделаем колизей. То есть этот аттракцион мы ещё не знаем даже, как назвать. То ли колизей, то ли исторические бои, то ли рыцарские турниры и так далее. Вот это викинг. Это был первый воин, которого мы сделали. Идея была в том, что они должны были как бы сражаться на подиуме. Вот он сейчас вот. Один был викинг, а второй у нас римский воин. После этого мы решили, они у нас были задействованы в спектакле. То есть они и сейчас у нас работают в детском спектакле. Мы даём детям их просто в руки, сами помогаем их держать. И дети у нас сражаются и сбивают вымпелы. Вот такие вот. Всё, в принципе, очень просто. Одна трость держит куклу, вторая трость свободная. Вот видите. И когда надо, и здесь ещё курочки дополнительные, видите, она сгибается в половинке. А второй здесь курок для щита. Мы вставляем щит, и они начинают сражаться. Вот, давай я это поставил. Вот, скажем, вот такой щит, и вот он начинает сражаться. После этого мы решили, что это для театра хорошо, но можно из этого сделать как бы ещё отдельный. Не номер, не какой-то фрагмент спектакля, а отдельный аттракцион. И поэтому мы пришли вот к такой установочке. Она на стоечке. Её можно ставить на любую высоту. Для маленьких детей, на самую низкую. Для взрослых можно ставить хоть на вот такую высоту, кому как удобно. Ну, а то, что от этого всё как бы разборность, и всё это перевозится. Вот, и вот они сами, рыцари. Римские воины. То есть, это не римские воины, это греческие воины. Мы хотели их сделать для Олимпиады, а вот сейчас вот просто это первый комплект. Значит, вот руки свободные. Вставляется меч. Просто сейчас мы его снимаем пока, потому что здесь надо чуть-чуть доделать. Но это не важно. Вторая вставляется щит. Потому что бой может начинаться со щитом и с мечом, а постепенно снимать щиты, снимать мечи и заканчивать чуть ли не кулачным боем. Вот вся система работы. То есть, вставляется эта кукла в отверстие. Есть здесь специальная прорезь, мы называем это торопой. И вот они, так сказать, работают вот таким образом. Отходит, уходит и прочее. Он может как угодно отклоняться, уходить. Вот такой вот принцип работы. Дальше. Наверное, два человека играет, а третий судья, так или иначе. Потому что вдвоем очень трудно определить, кто первым победил, кто сбил вымпел. Ну, точно так же. Вымпелы могут быть разные, здесь не принципиально. Может быть, и конструкции даже вот этих вот... Вот этих проволочек могут быть различные, мы сейчас еще, так сказать, это решаем. Но, по крайней мере, понятно, что нужно сделать и что нужно бить. Мало того, что обидно то, что можно и самому себе сбить. Вот. Поэтому здесь игра в какой-то степени непредсказуемая. Вот. То есть, мы, как бы, сделали этот проект, до нас его никто никогда не делал. Мы в этом деле первые. Вот. И хотим надеяться, что кому-то это интересно и кому-то это может понравиться. Поэтому цены наговорные. Естественно, это стоит недешево. Но мы планируем это предлагать в спортклубы, в дома отдыха. Со временем, если у нас получится, может быть, цена поменьше будет, значит, в школы какие-то. Потому что, как развлечение, я думаю, для детей это полезно. Дальше. Что еще важно? Что еще важно? Кукла сделана из натуральных материалов. Здесь нет никакой химии. Это абсолютно нормально. То есть, вот смотрите, меч. Красное дерево, специально деревянное, для того, чтобы не ломать кукол. Дальше. Береза, липа. Натуральные ткани. Натуральная кожа. То есть, и железо. Там сталь, там проволока, все прочее. Роспись точно так же. Вы сами понимаете, краски, они экологически чистые. Вот. Почему? Потому что мы, делая этот аттракцион, думали еще о том. Сейчас дети очень любят играть в компьютеры. Виртуальная игра. Они там кого-то стреляют, убивают. А вот это, я полагаю, что гораздо полезнее для их жизнедеятельности. Потому что здесь работает и мелкая моторика, и какие-то координации, какие-то мысли, какие-то ощущения. И все равно это бой ближе к тому, что, так сказать, настоящий. Хотя я не рекомендую настоящих боев, потому что, как раз таки, опять-таки, лучше куклами драться, чем вживую. А для этого мы сделали такой аттракцион. Аттракцион. Аттракцион.